Мы говорим человек и космос. И сразу перед нами встает образ Юрия Алексеевича Гагарина. Его позывной кедр впервые прозвучал в космическом пространстве. А так выглядел его тренировочный костюм. На позывной «Алмаз-2» откликался Алексей Леонов. Именно он первым вышел в открытый космос во время полета на космическом корабле «Восход-2». Это его скафандр. Вообще скафандры так же, как и люди, имеют свои имена. Этот скафандр для корабля называется «Сокол». Он мягкий и весит всего 10 килограммов. Надевается он только перед стартом и возвращением космонавтов. Зачем этот чемоданчик? Нет, это не секретные документы, а специальный вентилятор. Они спасают космонавтов на пути к кораблю от перегрева. Другая миссия у скафандров «Орлан». Это настоящие мини-корабли для выхода в открытый космос. Вес скафандра 73 килограмма. В шлеме есть иллюминатор со светофильтром от солнечных лучей. На груди пульт управления. Надписи на кнопках зеркальны, так как читаются с помощью зеркал на рукавах. Представьте, всего несколько миллиметров отделяют космонавта от звездного вакуума. Поэтому для покорения космоса важна не только смелость, но и высокая технологичность.